К нашему эфиру присоединяется исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. Олег Владимирович, приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с обсуждения 10-го санкционного пакета. Я несколько фактов озвучу. 10-й пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму 11,5 миллиардов евро и импорт из России на сумму почти 1,5 миллиард евро, чего теперь нельзя ввозить в Россию. Это электронные компоненты, используемые в российских системах вооружений, автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металлов, трансформаторы, светодиодные лампы и многое другое. А вывозить из России, то есть импортировать в ЕС нельзя, парафин, нефтяной кокс, природный битум, асфальт, битумные смеси, углерод и каучук. Насколько это, по-вашему, серьезные ограничения? Нет, ну смотрите, в действительности там списки большие, там много страниц перечня товарных позиций, которые на сегодняшний момент попали под санкционные ограничения. Если мы внимательно посмотрим, то многое из того, что сейчас еще раз называется в 10-м пакете, в той или иной степени уже попадало под санкционные ограничения. Правда, там потолок цены, которая разрешалась к ввезению в Российскую Федерацию, был выше практически в 3,5 раза. Сейчас этот потолок уменьшен до 300 долларов. Понимаете, в чем вопрос? Просто заключается в том, что сейчас не просто, скажем, устанавливаются новые потолки, более низкие по ввезению товаров, сейчас ужесточается экспортно-импортный контроль. Сейчас вводятся дополнительные ограничения по транзиту товаров, например, двойного назначения через Российскую Федерацию с целью сделать невозможным случайное исчезновение этих товаров с последующим использованием их Российской Федерации. То есть вводятся целые достаточно серьезные дополнительные ограничения для попадания высокотехнологической продукции на российский рынок. Если мы внимательно посмотрим, то общим объемом 10 санкционных пакетов на сегодняшний момент, скажем, экспортные операции по отношению, скажем, вот с Российской Федерацией Европы сокращены практически в половину, а импорт на 60%. То есть в действительности давление беспрецедентное. Поэтому как бы все эти вопросы, они имеют главной целью. Это невозможность воссоздания высокоточных образцов оружия, вообще использования той электронной техники, которая еще в Российскую Федерацию будет заходить, для дальнейшего, скажем так, разборки и использования в военных целях. То есть все это в конце концов, естественно, будет очень здорово ограничивать возможность Российской Федерации воспроизводить оружие. Олег Владимирович, начинали мы, например, с того, что продемонстрировали нашим зрителям материал о запрете на ввоз в Российскую Федерацию на импорт мобильных телефонов, цена которых превышает 300 долларов. Это же касается рядовых россиян. Насколько, как вы считаете, оправданы подобные шаги? Не, ну, смотрите, в действительности, как бы, речь идет о том, что весь комплекс санкций, он же, как бы, охватывает все стороны жизни российского общества. И если вы ограничиваете какие-то, скажем, подсанкционные товары, которые впоследствии могут использоваться для военных отраслей, то, естественно, крайне сложно вычленить в этой ситуации какие-то, скажем, товарные позиции, которые исключительно использовать будут у гражданского населения. Естественно, весь этот пакет попадает под санкционные ограничения. Поэтому, когда мы с вами говорим о санкциях, которые вводит Евросоюз, мы должны понимать, что влияние на российскую экономику, влияние на Россию, оно будет комплексное. То есть речь идет о, в том числе, и ограничениям для, скажем, простых россиян той техники, которую они теоретически могут использовать. Ну да, как минимум, GPS-модули, которые находятся в этой технике, могут быть использованы для производства ракет. Да, то есть это удар не только по гражданской сфере, но и по военной, наверное, по военной в первую очередь. Вы знаете, в первую очередь. В первую очередь, да, в первую очередь военная. А гражданская сфера, естественно, идет параллельно, в силу того, что мы же с вами говорим о товарах двойного назначения. Вот, собственно, любые, как бы, электронные системы могут впоследствии быть использованы, и в том числе для военных нужд. Насколько, как вы считаете, страны Запада ждут завершения войны, ждут победы Украины для того, чтобы возобновить в полной мере экономические отношения с Российской Федерацией? Наблюдаются ли подобные тенденции, звучат ли подобные заявления? Поскольку, например, представители НАТО уже говорят о том, что даже прекращение этой войны, завершение этой войны, победы Украины не будет означать автоматического возобновления тех самых экономических отношений со страной-агрессором России. Нет, смотрите, весь мир ждет окончания войны, победы Украины. И голосование на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где более 140 стран поддержали украинский вариант мирного урегулирования, говорит о том, что в действительности мир ждет окончания этой войны. Но нужно понимать, что окончание этой войны должно проходить по тому сценарию, который полностью воссоздает те системы коллективной безопасности, которые существовали до начала агрессии. В первую очередь речь идет о, скажем, уставе ООН и о тех принципах, на которых существует эта организация. Олег Владимирович, я перефразирую. Скорее всего, просто неправильно сформулировал вопрос. Прошу прощения за это. Является ли желание возобновить экономические отношения с Российской Федерацией одним из главных факторов, по которому западные государства хотят завершения этой войны и победы украинской страны? Нет, вы знаете, в данной ситуации главное, что на сегодняшний момент движет Европой, это все-таки собственная безопасность. И давайте будем откровенны, при всем уважении к нашим европейским партнерам, с одной стороны, действительно, они делают все для того, чтобы сохранялись и приумножались демократические ценности, защищались демократические ценности, но европейский мир, Европа очень хорошо понимает, особенно это понимает Восточная Европа, что сегодня Украина выступает тем барьером, который не дает возможности продолжить Российской Федерации агрессию и на другие страны европейского континента. Поэтому не нужно сбрасывать со счетов ощущение страха, которое сегодня присутствует в первую очередь у Восточной Европы, и которое прекрасно понимает, что Украина на сегодняшний момент защищает европейские ценности на своих границах. И важно подчеркнуть, что санкции ведь вводятся не на полгода и не на год, и вне зависимости от того, когда именно будет победа Украины, санкции будут продолжать действовать. И россиянам надо понимать, что это долгий процесс. Санкции продлеваются постоянно, то есть как бы вот мы сейчас опять с вами были свидетели, мы продление санкционных пакетов на год. То есть каждый новый пакет, он усиливает давление на Российскую Федерацию. Каждый новый пакет является ответом Российской Федерации на те или иные процессы, которые сегодня происходят на фронтах. Поэтому в этой ситуации я думаю, что, во-первых, до тех пор, пока будет война, санкционные пакеты будут множиться. Я абсолютно уверен, что десятый пакет – это не последний пакет. И да, действительно, до тех пор, пока не будет полностью освобождена вся территория Украины по границам 91-го года, никто санкционные пакеты снимать не будет. Олег Владимирович, спасибо большое за комментарии. Будем следить за развитием событий, в том числе и за новыми пакетами. Думаю, не раз еще встретимся в эфире для того, чтобы обсудить эту тему. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...